Здравствуйте! С вами снова Алена Пескова и программа «Ботаника». Яркий акцент в интерьере сделать очень легко. Для этого берем простые материалы – пластиковое кашпо, ветки нужного цвета, ленту и растения в горшке. В качестве растения, для которого мы будем делать кашпо, будет вот такая колотея с необычными вот такими вот яркими темно-зелеными с розовыми листьями. Также мне понадобится горшок. В принципе, можно использовать пластиковый, но лучше, чтобы это был не обычный коричневый пластиковый горшок, а какой-то достаточно оригинальной формы или интересного цвета. Я выбрала нейтральный серый цвет, так как он будет сочетаться с декором. Для начала я буду декорировать горшок. Мне понадобится, в данном случае это что-то похожее на марлю, только розового цвета. Я беру кусочек ленты и отрезаю такой длины, чтобы мне хватило обернуть горшок целиком. И аккуратно приклеиваю его на горячий клей. Приклеить нужно в нескольких местах, чтобы держалось все достаточно хорошо, так как впоследствии на ленте у нас тоже будет декор. Ну вот, получилась такая вот веселая розовая окантовка. Также мне понадобятся ветки. Я использую готовый материал, это вот такие вот красные ветки. Честно говоря, затрудняюсь даже сказать, в какого дерева, но, впрочем, это и не важно, так как вы можете использовать совершенно любые ветки и самостоятельно покрасить их в любой цвет, который вам нужно. Эти ветки мне придется аккуратно нарезать на одинаковой длины кусочки. В принципе, можно даже не одинаковой длины, а слегка варьировать размеры. То есть чуть больше ширины ленты, чуть меньше ширины ленты. Я возьму за шаблон вот такую вот палочку и буду нарезать, соответственно, меньше и больше. Срез лучше делать круглым, для того, чтобы все палочки выглядели все-таки более-менее аккуратно. Также хорошо, если они будут различаться по толщине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле ветки практически любого дерева прекрасный флористический материал. Чего только из них не делается. Можно взять обыкновенные ветки с красивой корой. Можно взять ветки, покрытые мхом или решайником. Можно взять ветки, с которых легко снимается кора, и покрасить их, например, в красный цвет. Можно делать все, что угодно. Какие-то ветки прекрасно гнутся. Из них можно делать пластичные округлые композиции и каркасы. В общем, все зависит только от вашей фантазии. Кажется, какое-то количество палочек у меня уже заготовлено. Теперь, думаю, можно начать приклеивать. И по ходу дела мы разберемся и поймем, хватает мне или не хватает. Я начинаю приклеивать их вот таким вот образом, с небольшим совещением. Клею в ряд. Заодно можно скрыть те места, где у меня виден горячий клей. Лучше всего чередовать толстые ветки и тоненькие, чтобы получался у нас какой-то контраст. Смещаю их таким образом, чтобы кое-где была видна фактура вот этой вот ленты. Вы можете не бояться небольшой кривизны. Это все природные материалы, поэтому немного не идеальная форма. Это совершенно нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой необычный элемент в виде рогатки я наклеиваю специально на край, чтобы подчеркнуть его необычную форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается уже совсем немного. Практически закончили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остался совсем маленький уголок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нужно убрать клей, который образовывают вот такие вот сети паутинные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такое получилось кашпо. Теперь дело за растением. Калатея. Семейство марантовых. Родина влажные тропические районы Южной Америки. В древности листья калатеи использовали для плетения корзин. Поэтому она и получила свое название калатас, что переводится с древнегреческого как корзина. Калатея ценится за оригинальность окраски листьев, которая может быть и чисто зеленого цвета, и с различным рисунком из полос и пятен самых разных оттенков. От желтого до красно-коричневого. У некоторых видов калатей окраска листьев напоминает оперение павлина или сказочных птиц. Цветет она весной и летом колоссовидными соцветиями самых разных оттенков. Калатея неоспоримо красивое, но довольно капризное растение. Я не буду пересаживать его в эту пластиковую кашку. Она будет у меня находиться там вот просто таким вот образом. Можно будет его ставить, вытаскивать, поливать и ставить обратно при желании. Я думаю, что это удобный способ для тех, кто любит часто менять что-то в своем доме. Можно легко вытащить одно растение и поставить туда другое. У меня остались вот такие небольшие кусочки оазиса от предыдущих работ. У них довольно сложно будет куда-то применить, так как они маленькие и какие-то несуразные, необычные какой-то формы. Поэтому это как раз идеальный материал для того, чтобы заполнить пустоту. Кусочек более квадратной формы я кладу на дно горшка. Мне нужно только вырезать его точно по размеру. Вот так. Теперь примеряю горшок с растением так, чтобы он у нас не торчал и не выходил за рамки кашпо. И точно такими же кусочками маленькими я заполняю вот эти пустоты, которые у меня оказались между горшком с растением и декорированным кашпо. Подбираю кусочки похожей формы и высоты нужной и заполняю ими пустое пространство. В принципе, мне нужно сделать это лишь с одной стороны. Желательно просто сделать так, чтобы горшок не шатался внутри. Немного употняю оазис так, чтобы он не торчал. Таким образом растение у нас смесилось немножечко к краю. Это как раз то, что мне нужно. Теперь я беру оставшиеся ветки и размещаю их в оазисе вертикальным вот таким вот образом. Так, чтобы они дополняли композицию и создавали верхний ярус. Когда будете располагать эти ветки, старайтесь так, чтобы они смотрели как будто внутрь композиции. То есть не торчали с краю, а были повернуты внутрь. Таким вот образом все ветки пошли в ход. Теперь мне нужно спрятать вот эту часть, где видно технические моменты, те места, где втыкались ветки в оазис. Для этого я могу использовать много разных материалов. Мох, какие-то камни, декоративные отсыпки. Но у меня под рукой есть небольшое количество сизали. Его я использую. Мне не нужно, чтобы они сильно торчали. То есть лучше всего, чтобы вообще материал не привлекал к себе никакого внимания. Самое главное это у нас цветок и декор. Также желательно сделать так, чтобы не было видно края горшка. Его я тоже прячу при помощи сизали. Теперь, кажется, все на своих местах. Нужно обрезать торчащие вот эти вот нитки, что я и делаю. Мне хочется добавить еще какой-то декоративный элемент, чтобы поддержать вот этот серый цвет кашпо. Наверное, я использую что-то из сухоцветов. Думаю, вот эти коробочки лотосов мне подойдут идеально. Пожалуй, я скреплю их вместе при помощи проволоки. Берем небольшой кусочек проволоки. Так как лотос уже высох, он протыкается с трудом. Поэтому я использую шило. Делаю небольшую дырочку. Можно прямо в основании коробочки, вот здесь. И размещаю там проволочку. Мне нужно соединить два лотоса вместе. Для этого я просто обматываю проволокой их между собой. Для того, чтобы скрыть крепление, я использую тейп-ленту. Ее вы можете приобрести в любом флористическом магазине. Нужен небольшой кусочек. Отрезаем и обматываем. В принципе, лотоса можно было бы разместить в композиции при помощи обыкновенных шпажек. То есть проткнуть шпажкой основание коробочки и разместить внутри. Но мне захотелось сделать из них цельный, такой вот декоративный элемент, законченный. Поэтому я объединила их вместе. После того, как мой декоративный элемент готов, я размещаю его в композиции. Вот здесь. Все готово. Я думаю, что вы легко можете воспользоваться моим предложением и приукрасить какое-то из своих домашних растений примерно таким вот образом. Для полива растений вы не обязательно вытаскиваете из горшка. Вы спокойно можете поливать его прямо на этом месте. У тебя лишняя влага будет впитываться в оазис. А на этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели программу «Ботаника». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!